30 сентября в зале администрации района под председательством главы района был проведен инструкторско-методический сбор с председателями, членами призывной комиссии, врачами-специалистами, привлекаемыми для медицинского свидетельствования призывников, техническими работниками, в рамках которого проводилось совещание по подведению итогов призыва весной 2021 года и постановке задач на осенний призыв. По традиции, слово для доклада об итогах призыва граждан, проживающих на территории района, на военную службу весной 2021 года было предоставлено военному комиссару Геогинского и Кашхабского районов Геннадию Трофименко. Было отмечено, что работа призывного пункта была организована в соответствии с требованиями руководящих документов, происшествий и грубых нарушений в ходе призыва не зафиксирована. Всего было призвано и отправлено в вооруженные силы, другие войска и воинские формирования 42 человека. Администрации сельских поселений с задачей по отправке войска справились. Что касается предстоящего призыва, военком отметил, что несмотря на положительные результаты, задача обеспечения исполнения гражданами воинской обязанности в ходе призыва на военную службу в октябре-декабре текущего года остается приоритетной в работе всех заинтересованных структур. Всего осенью предстоит призвать 45 человек. На совещании также выступили представители МВД, ЦРБ, управления образования, которые в свою очередь доложили о результатах взаимодействия с военным комиссариатом Геогинского и Кашхабского районов Республики Адыгея. В завершение слово для постановки задач должностным лицам взял глава района. В САТО ищетировки 2021 года призывной кампании планируется призывать 45 гражданин Российской Федерации, проживающих на территории Кашхабского района. Обязательно нам призыва, вполне нам по силам. Прошу председателя призывной комиссии лично контролировать свое время как будет членом призывной комиссии. В соответствии с графиком, еженедельно информировать меня о результатах работы, а в случае угроза сылок, заседания призывной комиссии и выполнения государственного задания немедленно. Заур Хамирзов подчеркнул, что от качества исполнения этих задач, как неоднократно отмечал руководитель региона Мурат Кумпилов, во многом зависит наше будущее и обороноспособность страны. Продолжение следует...